Сибирь в повторном матче уступила Амуру, причем с таким же счетом 1-3. Как и в первой встрече, сибиряки в два раза перебросали хозяев льда, но проблемы с реализацией и отличная игра вратаря Амура привели к тому, что из Хабаровска команда возвращается с пустыми руками. Сегодня у нас был лучший матч, чем вчера. Больше где-то активно сыграли и соперник ошибался. У нас было много моментов, но страдает реализация. На ней надо работать максимально. Где-то наше мастерство, где-то надо чуть-чуть паузу, где-то точнее, где-то вратарь соперников маленько подтащил, как был момент в первом периоде, когда уже 100% клюшка. Ну, это игра. Сегодня так. На этот матч Сибирь снова вышла в новых сочетаниях. Плюс вне заявки по неизвестным причинам остались лучший снайпер Юса Пустинин и основной вратарь Харри Сятрии. На последнем рубеже его сменил Арсений Ахметов, для которого это был дебют за Сибирь и в КХЛ с первых минут. Молодой голкипер сумел на ноль провести первый период, а во втором, после атаки Валентина Пьянова, капитулировал. Причем это был всего лишь шестой бросок хабаровчан. Для сравнения, новосибирцы только за первый период нанесли 14. Больше десяти раз бросили игроки Сибири и во втором, но опять безрезультатно. Зато Амур увеличил преимущество, реализовав большинство. Размочить счет Сибири удалось лишь в третьем периоде. Олег Ли продлил свою результативную серию. Но за три минуты до сирены сибиряки вновь остались в меньшинстве после удаления Руохамы. А Пинов оформил дубль. После двух подряд поражений отставание Сибири от зоны плей-офф увеличилось до 12 очков. Отквитать которые при такой игре команды вряд ли будет реальным. Следующий матч Сибирь проведет дома 5 февраля против Бориса, а потом в КХЛ будет пауза на игры сборных. Из нашей команды на этап Евротура вызваны финны Руохам, Апустинин и Сятри. А в олимпийскую сборную для участия в турнире в Казахстане приглашены Шашков и Морозов. Новосибирский боец Вячеслав Бабкин одержал победы на турнире ММА серии. В упорном поединке наш земляк в зрелищном стиле одолел Хамзата Чапанова. О победе Сибиряка и других новостях из мира единоборств расскажет Александр Ширудила. Концовка боя Вячеслава Бабкина и Хамзата Чапанова. Уфимские зрители в восторге, а у бойцов попросту нет сил. Три раунда непрекращающейся борьбы и мощных добиваний. Сибиряк выдерживает попытку удушающего приема и забирает победу. Уже дома на тренировке Вячеслав шутит. Лицо в кадре выглядит куда симпатичнее, чем сразу после поединка, который стал для него уже вторым победным подряд в лиге. У меня получилось два боя подряд. Декабрь, январь. Хотелось бы отдохнуть, поработать над ошибками. Поэтому я, наверное, сейчас еще по любителям соревнований выступлю и буду работать над ошибками, отдыхать, готовиться к следующему бою. Я думаю, весной подерусь. Сейчас Вячеслав сгоняет вес и готовится выступить на соревнованиях по армейскому рукопашному бою. Рядом его напарники по клубу ведут свою подготовку, но к профессиональным поединкам. Следующий, 25-й турнир ММА серии пройдет в Омске уже 6 февраля. Там дебютирует другой новосибирец Антон Митрофанов. Я уже готов был почти, потому что я готовился к области. И потом Игорь сказал, что профессиональный бой. Ну, чуть усерднее готовились. Больше в борьбе выделял время. Также в клетку в Омске выйдет Юлия Островерхова. Спортсменка намерена победой закрыть поражение в предыдущем поединке. Соперница у меня Дарья Банкина. Особо ничего они не знают. Но в целом просто готовлюсь ко всему, как обычно. Подготовка полным ходом. Но сейчас уже завершающий этап, потому что, получается, осталась только вот эта неделя. И в субботу будет бой. Юлия вошла в команду «Шлеменко Файт Тим». Это объединение сильнейших спортсменов клуба «Шторм», которые получат дополнительную поддержку в профессиональной карьере. Всего таких бойцов 17. И пятеро из них представляют Новосибирск. Помимо Юлии, это Вячеслав Бабкин, Михаил Дорошенко, Игорь Жирков и 17-летняя Анна Ермакова. Мы всегда выступаем под эгидой клуба нашего «Шторм». Теперь там это будет еще под эгидой именно «Шлеменко Файт Тим». Это помощь в организации сборов. Возможно, нас будут звать туда, в Омск, когда будут организовываться какие-то там сборы. Потому что, получается, в команду вошли пока только спортсмены из Омска. И вот это на Сибирске наши пять человек. В отличие от своих старших партнеров, Анна еще не выступает в профессиональных лигах. Зато девушка 30 января выиграла отбор на чемпионат Сибирского федерального округа по панкратиону, который состоится в конце месяца. Тогда же в октагон вернется и Михаил Дорошенко. Лига и соперник пока засекречены до официального анонса. Он борец, мастер спорта по вольной борьбе. Думаю, бороться будет со мной. Будем работать. Мы прошли хорошие сборы. Вот были в Омске на подготовке. Приехал сейчас на пару дней. Какие-то домашние дела сделаем и обратно уедем. Будем дальше готовиться. Планы на февраль у новосибирских представителей единоборств масштабные. Сезон в разгаре. О результатах поединков расскажем в следующих выпусках программы «Спортобзор». А на сегодня это все новости новосибирского спорта. В студии для вас работала Кристина Лата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин